Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара Гиз». На этой неделе православные отмечали один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Одна из главных народных традиций в это время – купание. Для любителей зимнего плавания купель на Самарской набережной будет работать до весны. Врачи напомнили, что к купанию в проруби нужно готовиться заблаговременно. Обязательно соблюдайте правила поведения на воде, пользуйтесь только специально оборудованными купальными зонами и будьте внимательны к своему организму. 21 января отмечаем Международный день объятий. По традиции в этот день можно обниматься просто так, даже с незнакомцами. Считается, что объятия дарят душевное тепло и заряжают позитивной энергией. Отметить этот душевный праздник предлагают в Центральной городской детской библиотеке. В 12.00 стартует тематическая программа «Обними друга» для детей от 6 лет. Поиграть и почитать любимые книги можно будет в эту субботу в 12.00. Требуется предварительная запись. Подробнее в группе библиотеки ВКонтакте. Хорошая музыка украсит любые выходные. 22 января в ДК «Заря» состоится космический концерт «До звезды и обратно». В программе классическая музыка в сопровождении инструментального ансамбля Самарской филармонии. Скрипка, виолончель, флейта, фортепиано и современные эстрадные песни. Вход свободный, начало в 15.00. Театр «Самарская площадь» на этих выходных ставит пьесу по фантастическому рассказу Федора Достоевского «Кроткая». Спектакль о любви и о том, как иногда мы не умеем слышать друг друга. История актуальная во все времена и для всех поколений зрителей. 22 января, воскресенье, начало спектакля в 18.00. В воскресенье в Литературном музее имени Максима Горького состоится сборная экскурсия «Жизнь и творчество» Алексея Толстого. Вас ждет удивительный детальный рассказ по истории всей его жизни и творчества. Приходите в музей, чтобы окунуться в атмосферу жизни на усадьбе, построенной 140 лет назад. Гости музея смогут не только пройти по комнатам квартиры, где будущий писатель жил в годы учебы в Самарском реальном училище, но и проследить весь его жизненный и творческий путь. 22 января, 14.00. Обязательно предварительная запись. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.